Вот такая статья для обсуждения, и мне хотелось бы знать мнение моих украинских подписчиков. Дмитрий Спивак Если бы я жил в Венеции, я бы, наверное, сейчас стал сепаратистом и возненавидел город, в котором власть устанавливает памятник Симону Петлюре и крестится ему. Я бы, наверное, захотел отделиться, убежать, уехать. Этот памятник разрушает мое представление о добре и зле, о человечности и милосердии, о единстве, справедливости и европейских ценностях. Петлюра, который организовал еврейские погромы и резню, бандит и убийца, и мне все равно, под какими лозунгами он это совершал. Если он является символом борьбы за независимую Украину, то это значит, что мы живем в разных Украинах. Его злодеяния мне чужды не меньше красного террора и сопоставимы с ужасами концлагерей. Я не хочу делать вид, что не замечаю, в какую гуманитарную пропасть падает сегодня мое украинское государство. А ведь к этому шло сначала Бандера, Шухевич, Упа, затем Мовни-Гетто, Ночь длинных ножей, нееврейская кровь. Помните? А все молчали, подумаешь, говорили, ничего страшного, ведь они борьцы за свободу Украины. Теперь вот героизация Петлюры. Странная хронология событий, не правда ли? Настоящее окно Авертона. Еще пять лет назад я представить себе не мог, что такое возможно в моей стране. Памятник Петлюры – это социальный и нравственный вызов не только всему еврейскому сообществу, это вызов всему цивилизационному миру. Прославлять бандита ради формирования ложных мифов и мнимой национальной идентичности – это ошибочный путь. Это нравственный тупик, разрушающий и разъединяющий Украину. Я не знаю, как с этим мириться. По скриптуму, моя мама-свинница, моя бабушка и дедушка Ольга Соломоновна и Владимир Львович похоронены именно в этом городе. Слава Богу, что они не дожили до сегодняшнего дня, ведь когда они были еще совсем маленькими, их судьба чуть не пересеклась с Петлюровцами. Еще раз повторяю, имя автора – Дмитрий Спивак. Мое личное мнение – я ничего не имею против героизации, например, Степана Бандеры. Я много читал об этом человеке и не нашел в его биографии каких-то моментов, из-за которых он не мог бы считаться героем Украины. У меня двойственное мнение по поводу Шухевича. Но вот что касается Петлюры, я хотел бы спросить людей, знаете ли вы, что на совести этого человека 200 тысяч невинных жертв людей еврейской национальности, которых убили только потому, что они имели эту национальность, ненавидимую почему-то Петлюровцами. Я не еврей и не украинец, никогда не был в Украине. Уважаю Украину сегодня за ее путь к свободе и развитию. Я живу в стране, где вопрос антисемитизма – это один из самых острых вопросов. В этой стране давным-давно пересмотрели свое отношение к этой нации, поняли, насколько они были неправы и до сих пор оплачивают свой долг перед еврейским народом. Поэтому я очень серьезно воспринимаю этот вопрос. Вообще антисемитизм считаю одной из страшных болячек, к сожалению, нашего общества и не понимаю, как в 21 веке существуют люди, которые, например, кого-то могут презрительно назвать жидом. Все эти вопросы – преимущество одной нации на другой, а особенно уничтожение людей по признаку какой-то определенной нации – это свинство, это отвратительно и мерзко. Я очень рад, что не родился в то время, когда в Германии уничтожали евреев. Многие немцы до сих пор, когда заводятся разговоры об этом, тут же опускают глаза и замолкают. Потому что эти люди поняли, что не было никакой причины уничтожать этих невинных людей только потому, что их звали Давыдом, Сарой или Соломоном. Это все совершенная чушь и глупость. До сих пор евреям есть право въезжать в Германию, они тут же получают вид на жительство, только если у вас в документах есть хоть какие-то упоминания о том, что вы относитесь к еврейской национальности. Немцы это поняли. Может быть, немцы и я в том числе не правы. Мне хотелось бы знать мнение самих украинцев, что они считают по этому поводу. Достоин ли человек, на совести которого 200 тысяч невинных жизней, памятника и почитания в своей стране, только потому, что он одновременно с этим боролся за независимость своей страны.